В Центре Внимание В Центре Внимание В этом форуме мы приняли участие в рамках государственных интеграционных мероприятий Министерства здравоохранения. Это уже четвертый Санкт-Петербургский форум с международным участием. И этот форум, он очень важен, потому что здесь делятся опытом, делятся знаниями по ВИЧ-инфекции в различных странах. Этот форум проходил в течение двух дней и был он посвящен особой дате в истории противодействия ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Это 30-летие Санкт-Петербургского центра по профилактике борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями. Форум, повторюсь, уже стал площадкой для обмена опытом и знаниями. Было очень много полезной информации для повышения эффективности нашей работы. Очень емкий этот форум, интересный, насыщенный, информативный. И в принципе форум проходил в формате пленарных заседаний и параллельно проводились секционные заседания по актуальным медицинским вопросам. Открыл форум, то есть первое пленарное заседание, открыл главный врач Санкт-Петербургского центра СПИДа Гусев Денис Александрович. И он рассказал историю развития центра от истоков фактически до наших дней. Он поделился своими достижениями, проблемами, подвел итог 30-летней напряженной работы специалистов учреждения. Также в форуме принимали участие ведущие специалисты международные по вопросам ВИЧ-инфекции. Принимал участие Виней Салдана, это региональный директор ЮНЕЙС для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Также принимали участие специалисты с Германии, с Великобритании, Израиле. Международные специалисты, они поделились опытом противодействия ВИЧ-инфекции в различных странах. Доклады их тоже были очень интересные, насыщенные, познавательные. Наука, она не стоит ведь на месте, и мы тоже должны идти в ногу со временем. И стараемся в этом, как говорится, идти со временем. Поэтому своевременная диагностика – это самое главное в профилактике ВИЧ-инфекции. Чем раньше будет выявлена ВИЧ-инфекция, чем раньше заболевший обратится за медицинской помощью и получит лечение специальными специфическими препаратами, тем больше у него шансов прожить долгую, здоровую, нормальную жизнь. Но на современном этапе отмечено, что ВИЧ-инфекция стала чаще выявляться у лиц старшего возраста, старше 40, а то и даже 50 лет. Каждый второй диагноз ВИЧ-инфекции у нас ставится слишком поздно, то есть зарегистрируется уже ВИЧ-инфекция на поздних стадиях. Поэтому и так важна ранняя диагностика, и она имеет огромное значение, так как влияет и позволяет начать раньше лечение ВИЧ-инфекцию и, в свою очередь, повышает вероятность того, что человек будет жить полноценно. Поэтому, помимо этого, раннее лечение снижает риск дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции. Она сводит количество вирусов крови до неопределяемого уровня, и в таком случае вирус уже не может передаваться другим людям. И это предупреждает распространение ВИЧ-инфекции. Снижает развитие СПИДа и развитие различных сопутствующих заболеваний, в том числе и туберкулеза. Поэтому, чтобы снизить у нас ВИЧ-инфекцию, снизить распространенность ВИЧ-инфекции, необходимо, в первую очередь, использовать эффективные и комплексные меры профилактики, такие как пропаганда безопасного секса, повышение осведомленности, поддержка программ снижения вреда. И необходимо, как я уже говорила, ранняя диагностика, предоставлять эффективные услуги по консультированию и тестированию населения на ВИЧ, и обеспечивать доступ к качественному лечению и уходу для людей, у которых была диагностирована ВИЧ-инфекция, то есть к лечению в основном. Секционные занятия проводились в разных залах, нам, к сожалению, не удалось посетить все занятия, тем было очень много, и основные такие занятия, это как лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции сопутствующих заболеваний, современные направления работы центров СПИДа, проблемные вопросы, тактики ведения пациентов с различными сопутствующими заболеваниями, в том числе с коинфекцией, ВИЧ-туберкулез, ВИЧ-вирусной гепатиты, прогресс в лечении ВИЧ-инфекции и нерешенные клинические проблемы. Большая секция была посвящена антиретровирусной терапии, то есть специфической терапии, которая применяется для наших пациентов, профилактика ВИЧ-инфекции ключевых, группах, мультидисциплинарный подход. Также хочу отметить, что в рамках мероприятия этого была выставка российских и зарубежных компаний-производителей современного оборудования, новых лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и других различных оппортунистических инфекций. Мы посетили эту выставку, и в первый же день форума была презентация нового мобильного пункта профилактики ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний среди ключевых групп населения, которые присущи в Санкт-Петербургском центре профилактики борьбы со СПИД. Многие болезни молодеют, особенно сердечно-сосудистые, а вы сказали, что ВИЧ постарел. В частности, для меня было неожиданно услышать, что не молодежь теперь во флагманах распространения, а как раз-таки люди предпенсионного, пенсионного возраста. А почему так? Ну, у нас была проведена большая профилактическая работа среди молодежи, среди лиц 15-24 лет, и это дало свои результаты. И у нас заболеваемость ВИЧ в этой возрастной группе существенно снизилась. А вот заболеваемость возрастной группы старше 40, и сейчас мы регистрируем заболеваемость ВИЧ-инфекции у лиц старше 60 лет, и даже есть случаи старше 70 лет. Вот это у нас проблема. И это говорит о том, что у нас нет хорошего раннего выявления ВИЧ-инфекции. Эти люди заболели ВИЧ-инфекцией намного раньше, чем они выявлены. Вот почему проблема раннего выявления ВИЧ-инфекции стоит на первом месте. А вы сказали еще о проблемности введения пациентов с сопутствующими заболеваниями. В чем, собственно говоря, нюанс, в каких деталях кроется тот самый дьявол, который усложняет вам работу по борьбе с вирусом? Ну, ВИЧ-инфекция – это заболевание, которое присуще большое количество оппортунистических и сопутствующих заболеваний. То есть ВИЧ-инфекция, она проявляется снижением иммунитета. И на фоне снижения иммунитета присоединяются различные заболевания. Их очень много, этих заболеваний. И поэтому вот и проблема их лечения. Ну, о проблемах лечения давайте более подробно поговорим с Оксаной Николаевной. И вот лечение, терапия, они же довольно консервативные. Опять же, во многих отраслях развивается там переход всякие от полостных операций к лапароскопическим, к малоинвазивности, к всем буквально те же врачи-онкологи, они уже не режут, а там засовывают тончайший какой-то трубочку и поражают уже конкретно там клетки, которые размножаются бесконтрольно. А лечение лекарства панацеи, даже не панацеи, но унифицированного такого лекарства-то от ВИЧ-спида не существует, так и не придумали это за 30 лет. Ну, на сегодняшний день единственное лекарство от ВИЧ-спида – это антиретровирусная терапия. Почему она так называется? Потому что вирус – ретровирус, а это анти, частица отрицания – антиретровирусная терапия. То есть направлена против вируса ВИЧ-спида. Да, естественно, это таблетированные формы, но наука на месте не стоит. Если, скажем так, в начале работы центра в 2005 году мы давали горсть препаратов пациентов, это от 5 до 12 таблеток, то сейчас это лечится в сутки одной таблеткой. То есть, видите, препараты более компактные, 3 препарата входят в одну таблетку, это удобство применения, препараты нового ряда, нового поколения, каждый год регистрируются, проходят апробацию. И сейчас вот мы слушали доклады, действительно, проходят апробацию и инъекционные препараты, и препараты других механизмов действия там. Я не буду углубляться. Очень ВИЧ, сам вирус, он такой интересный, и у него много стадий развития. Так вот, разные препараты действуют на стадии развития вируса, блокируя его сборку. То есть вирус не готов, так сказать, поражать клетки. И вот препараты самого уже позднего поколения направлены на то, чтобы вирус вообще не прикреплялся к клетке. Это довольно-таки большой прогресс. Можно было бы сказать, сказка, если бы не было до этого поломанной жизни. Потому что все равно все это, к сожалению, неизлечимо и заканчивается одним. Нет. Долгим-долгим лечением в лучшем случае. Да, я, значит, не согласна, что это так все пессимистично. Дело в том, что многие принимают так же препараты, так же сердечники, при том же диабете, гипертоники. Принимают каждый день те же препараты. Ну, таблетки. Почему? Это, если человек будет принимать лечение, то улучшится качество и продолжительность жизни. У нас есть, у меня есть даже пациенты, которые инфицированы в 90-х годах. И вот при том, что они принимают терапию регулярно, не пропуская, меняя классы на более высокие. Ну, то есть начинали, естественно, с таких препаратов, о которых я говорила. Они живут до сих пор, и у них качество жизни такое же, как у обычных других людей. На сегодняшний день ВИЧ – это самый изученный вирус в истории вирусологии, медицины. И вот создание этих антиретровирусных препаратов позволило контролировать этот вирус. То есть есть такое понятие – вирусная нагрузка. Количество вируса на единицу крови. Так вот, при приеме препаратов оно сводится к нулю. То есть вирус под контролем и никак не влияет на жизнь человека. Вот. Ну и сейчас специалисты, вот как мы узнали с форума, работают над созданием лекарства и надеются найти способ излечения, не лечения, а излечения этой ВИЧ-инфекции. А антиретровирусная терапия, она дает возможность пациентов дожить до этого дня. Потому мы и призываем, чтобы как можно большее количество людей разных возрастов, профессий пришло, узнало свой статус. Потому что, вот как вы слышали, разные бывают ситуации. И, зная свой статус, как можно больше людей на самых ранних стадиях получило эту терапию, когда еще нет заболеваний вот этих всех, которые присоединяются, которые сложно лечить. И тогда пьешь таблетки, пациент пьет таблетки и живет полноценной жизнью. Ну, а что насчет профилактики? С терапией разобрались. Ну, профилактика, конечно... Здесь есть ли что-нибудь новое? Или здесь все по классике, как и 20 лет назад? Ну, а что может быть нового, если ВИЧ-инфекция, это, блин, социальная? Я. И лучшая, как бы, профилактика, я скажу еще, мне так нравится высказывание древних, кто предупрежден, тот вооружен. Будешь знать, что это за вирус, будешь знать, как передается, и будешь знать, как предохраняться. То есть мы ходим и читаем просветительские лекции в учебные заведения. Куда нас приглашают, мы с удовольствием откликаемся, издаем различную литературу, буклеты популярного характера, чтобы было всем доступно. Потому что, тоже еще мне хочется привести такое высказывание. Лучшая вакцина от СПИДа – это правильное поведение. Вот. Это наиболее лучшая профилактика. Нужно разъяснять подросткам, что, как это опасно, незащищенный секс. И что это недопустимо, принятие наркотиков. Показывать со слайдами, показывать с картинками. И я думаю, что лучше, чем профилактика, на мой взгляд, пока. Ой, ну, такая профилактика такими мероприятиями. Санпросвет работает. Но мне кажется, лучше этого нет. Есть профилактика, конечно, прием тех же препаратов. Но, опять, для меня лично вести рискованное поведение и принимать таблетки – это хуже, чем вести здоровый образ жизни. Ведите здоровый образ жизни и будьте здоровы. Ну, а если вернуться к Санкт-Петербургскому форуму по ВИЧ-инфекции, что интересного для себя там подметили, что поможет в работе и как это может потом, соответственно, помочь вам в лечении тех пациентов, которых вы ведете, да и тех, которые, может, еще придут? Ну, во-первых, я скажу, как клиницист, новые виды препаратов, новые тенденции, новые схемы лечения. Мы все это берем в работу. Сразу же я даже отсылала слайды в стационар, где мы работаем, докторам. Вот. Потом опыт. Опыт, когда такие маститы, ученые читают лекции. Ну, это громадным, таким колоссальным опытом, потому очень важно, очень прекрасно все. И мы же ориентированы на эти все показатели. Ну, я благодарю вас за информацию. Желаю вам успеха в вашей нелегкой работе, когда-нибудь побороть полностью этот вирус и синдром, к которому он приводит. Ну, а я напомню, что у нас в гостях были заведующие отделом профилактической организационно-методической работы и эпидмониторинга Луганского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД. Вита Набокина и заведующий стационарным отделением Луганского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Оксана Скачко. Приходите к нам еще, пусть информационные поводы будут самыми добрыми, а вы, друзья, оставайтесь на нашей чистоте. Спасибо. В центре внимания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова